Привет! Жизнь полна удивительных моментов, которые могут изменить восприятие мира. Каждый новый опыт, будь то путешествие, встреча с интересным человеком или увиденная достопримечательность, добавляет ярких красок в нашу будь. Не упусти возможность посмотреть нашу свежую подборку. Ты сможешь наслаждаться по-настоящему захватывающими и уникальными моментами. А перед тем, как мы начнем, подпишитесь на наш канал, друзья, чтобы не пропустить новые выпуски. Некоторые люди настолько неуклюжие, что умудрились бы разлить молоко, как только взяли бы ведро в руки. Он же виртуозно справляется даже с такими трюками. Впечатляет то, что оператору-погрузчика удается ехать, несмотря на то, что его обзор закрыт полностью. Даже после интенсивной утомительной игры невозможно отказаться от того, чтобы немного повеселиться с друзьями. В некоторых ресторанах используют специальные аэраторы для того, чтобы дать вину подышать. А точнее, для смягчения ярких танинов и раскрытия всего диапазона ароматики и вкус. Вряд ли игру можно считать честной, когда столько насекомых пытаются психически ей помешать. Что ж, возможно, в следующий раз ему повезет больше. Хотя он старался как мог, да и довольно долго продержался. Скажи честно, ты тоже сейчас ощущаешь вкус свежего меда? В этот бар хочется прийти, как минимум для того, чтобы понаблюдать за его работой. Да и очень любопытно, насколько вкусные коктейли делает этот ловкий бармен. Жажда творить чудеса. Никто из этих уток не пострадал, выпав из кузова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эти фанаты «Форсажа» живут в Таиланде, поэтому решили себе создать сверхскоростной водный транспорт. Вполне возможно, что рыба на берегу появилась неспроста, и за ней плыл кровожадный хищник. Национальный парк в Замбии – это одно из лучших мест для наблюдения за дикой природой в Африке. Важно, что при этом здесь бережно относятся к сохранению экосистемы и следят за тем, чтобы вмешательство человека было минимальным. Глядя на эти кадры, можно еще раз убедиться в том, что стихия воды обладает неимоверной мощью. Правда, даже не зная мест назначения, возникает желание отправиться в путешествие на этом поезде. Ранее на линиях электропередач часто можно было увидеть птиц, но в ближайшем будущем там могут появиться дроны, предназначенные для наблюдения за происходящим. Железная дорога Майк Лонг в Таиланде известна своим уникальным расположением, проходящим прямо через рынок. Стоит поезду приблизиться, продавцы быстро убирают свои товары и освобождают ему путь. Очаровательный дружелюбный дельфин очень порадовал своим появлением посетителей этого пляжа. Возможно, на улице так долго было засухо и жира, и теперь даже утки не могут нарадоваться дождю. Жители Болони хорошо знают, что много мартаделлы не бывает. Нет сомнений в том, что этот фермер действительно любит и заботится о своих животных. Интересно, они остались в восторге от такого аттракциона, или он отбил желание впредь приближаться к надувным плавсредствам? Наверняка его внуки обожают проводить с ним время. Он для них настоящий волшебник. Да чего же легко он справляется с остеклением балкона? Вот что значит сноровка. Этот парень хотел очутить свободу. Вот он ее и получил, приземляясь в незвиденном месте. Обезьяны умные и хитрые животные. Иногда в туристических местах они могут объединяться в настоящие банды, чтобы захватить город с целью добычи продовольствия. Очередное подтверждение того, что в грозу лучше лишний раз не высовываться. Не стоит недооценивать сильный ветер. Он часто приводит к серьезным разрушениям, ломая деревья, срывая крыши и вызывая перебои в электроснабжении. Припарковались они-то в разрешенном месте, но крайне неудачно. Любители экстремальных ощущений изобретательны и обожают экспериментировать. Такое впечатление, что он игрушечный, а не весит больше тонны. Вроде бы это и довольно простая конструкция, но зато какая эффективна. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Паровоз, медленно проходящий сквозь заснеженный лес, словно погружает в атмосферу рождественского волшебства. В индейском штате Кирала ежегодно проходят соревнования на лодках-змеях. Только представь, в одной такой лодке могут находиться более ста грибцов и еще несколько человек, отбивающих ритм. Не бойся, секрет этого видео довольно прост. Дело в том, что нервное окончание в свежем мясе продолжает функционировать некоторое время и посылать импульсы. За счет этого мертвая плоть приходит в движение. Кажется, этот дружок будет ждать здесь до тех пор, пока не получит достаточную дозу внимания. Субтитры сделал DimaTorzok Кемпинг – отличный способ насладиться времяпровождением на природе. Вот только нужно быть готовым и к таким сюрпризам, как попытки вторжения пауков в твою палатку. Если аквариумные рыбки кажутся кому-то скучными, то такой домашний питомец точно придется по душе каждому. Извержение вулкана обычно сопровождается грохотом, взрывами, треском и скрежетом, возникающим при выбросе пепла и газов. Как ни странно, это вовсе не вода. Такое явление вызвано большим количеством серы в породе, поскольку она во время горения выделяет диоксид серы, который и создает невероятный синий огонь. Вот так выглядит мост во время землетрясения магнитудой 7,3 балла. Очевидно, что это далеко не самое безопасное место. Неужели у биологов появился прогресс в планировании? Правоохранительные органы даже не думают вмешиваться в разборки обезьян. Пусть уж сами разбираются, кто тут главный. Отдыхающие точно не так представляли себе долгожданный отпуск. Голова идет кругом, даже когда просто смотришь это видео. Скоро дни, когда мы тратили бесценное время в пробках, останутся позади. Даже те, кто не страдает клаустрофобией, чувствуют себя некомфортно в этом лифте. Демонтаж нескольких зданий одновременно превратился в зрелищное шоу. Субтитры создавал DimaTorzok Он-то точно занимается рыболовлей не ради расслабляющего времяпровождения в одиночестве. Зато его улов действительно впечатляет. Субтитры создавал DimaTorzok Некоторые вещи кажутся гораздо более загадочными, чем они есть на самом деле. Например, летательный аппарат, замеченный в небе, может сначала напомнить НЛО. Но на самом деле это не что иное, как достижение современной техники. Самая крупная из нанеживущих змей – азиатский сейтчатый питон. Его длина достигает 10 метров, однако, возможно, в отдаленных уголках нашей планеты все еще живут рептилии, которых давно считают вымершими. Радует лишь то, что, учитывая большой размер, они, скорее всего, довольно медлительные хищники, от которых есть шанс сбежать. С высоты птичьего полета даже не сразу понятно, что это лесовозы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова